Новые компетенции выигрыш в конкуренции 26 июня 2019 года военно-промышленный курьер Новые компетенции выигрыш в конкуренции Источник изображения на Всероссийской конференции в Сочи выступил с докладом генеральный директор АОА Салек Лавричев.фото Александр Барыкин Как предприятия ОПК осваивают рынки гражданской продукции Тенденция снижения ГОС, прослеживаемая в последние годы, не может не волновать предприятия оборонной промышленности В Сочи прошла Всероссийская конференция Гособоронзаказ Заказчик-исполнитель продукции, на которой выступил с докладом генеральный директор АОА Арзамайский приборостроительный завод имени П. И. Пландин Олег Лавричев С 2009 года темпы роста выпуска промышленной продукции были довольно существенны, но с 2017-го наблюдается их спод, связанный с уменьшением объема ГОС Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов Единственным драйвером роста ОПК с 2018 года становится увеличение коммерческих продаж гражданской продукции на внутреннем рынке, подчеркнул Игорь Фролов По расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в текущем году превысит 22% Для более эффективного прогнозирования необходимо сглаживать разногласия между ведомствами Эта координирующая функция возложена на правительство По словам Игоря Фролова, работа в этой части со стороны государства ведется недостаточно эффективно Докладчик посоветовал представителям ОПК наращивать компетенции в области маркетинга и продаж эффективного управления производством Именно в этой области необходимо сегодня искать ресурсы для улучшения экономической ситуации в оборонке Тему продолжил генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев Он отметил, что предприятия оборонной отрасли при диверсификации собственных производств нуждаются в реальной поддержке со стороны государственных институтов Этот процесс в настоящее время сопровождается рядом серьезных проблем Одной из основных генеральный директор АПС считает отсутствие единой комплексной программы диверсификации в масштабах страны Кроме того, развитию в этом направлении мешают высокая конкуренция в продвижении гражданской продукции на рынках значительные риски инвестирования в альтернативные производства невоенного профиля К этому списку можно отнести высокие требования Фонда развития промышленности для получения финансовой поддержки и административные барьеры Несмотря на внушительный список проблем, руководству АОАПС сегодня удается наращивать объем гражданской продукции Олег Лавричев рассказал об инструментах господдержки, которые используются на АПС для активизации процессов диверсификации Завод наряду с несколькими другими нижегородскими предприятиями включился в пилотный проект «Эффективная губерния», внедряя инструменты бережливого производства, которые приносят свои плоды «Мы ежегодно увеличиваем производительность труда при прочих равных условиях», — сказал Олег Лавричев На предприятии было разработано новое положение о премировании Теперь все бонусы и премии привязаны к целевым показателям эффективности, достигаемым каждым подразделением От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает Также на конференции выступили специалисты Министерства обороны, Федеральной антимонопольной службы, ГК «Райскосмос», МЧС, российских банков В числе и слушателей руководители предприятия ОПК, финансовых и юридических служб В целом мероприятие было посвящено обсуждению последних изменений нормативно-правовой базы, актуальных для заказчиков и исполнителей ГОС Не менее важными для представителей ОПК оказались вопросы, связанные с ценообразованием и составлением отчетности В ходе дискуссии были рассмотрены нестыковки и пробелы в действующем законодательстве в сфере государственного регулирования цен Одобрены предложения о порядке действий государственных заказчиков, направленные на недопущение необоснованного завышения цен со стороны исполнителей ГОС оборонзаказа на конкурентную продукцию, закупаемую в рамках ГОС и непринятую в эксплуатацию Использованы материалы журнала «Новый оборонный заказ» Стратегии Акцент На годовом общем собрании акционеров АО «Арзамайский приборостроительный завод имени П.И. Пландин Олег Лавричев отметил, что в 2019 году на фоне непростой ситуации в оборонно-промышленном комплексе на предприятии не ожидается снижение объемов производства Напротив, ААПС планирует дополнительное привлечение заказов Успешные показатели – это многолетняя целевая политика Технологическая, производственная, корпоративная, кадровая, социальная, финансовая – все то, что связано с эффективным управлением процессами на предприятии Безусловно, это и привлечение заказов, проведение технологической модернизации производства и возможности эффективно разрабатывать новые изделия спецтехники и гражданской продукции Мы создаем базу сегодня, чтобы в долгосрочной перспективе предприятие не оказалось в стагнации, а набирало положительную динамику роста Этот год для нас не исключение, так как его база закладывалась несколько лет назад Сегодня далеко не все предприятия ОПК имеют подобную тенденцию На многих идет фактическое снижение объемов производства На АПС этого не наблюдается Руководство завода смотрит в будущее с оптимизмом Артем Канашкин Газета «Военно-промышленный курьер» опубликована в выпуске номер 24-787 за 25 июня 2019 года Право на данный материал принадлежат «Военно-промышленный курьер» Материал размещен правообладателям в открытом доступе «Военно-промышленный курьер»